Значит, господа, появились новые данные по поводу детализации и генетической генеалогии родов турецкого султана. Значит, уже мы раньше знали о том, что турки являются, в общем-то, типичным народом для тех местностей, там, свои у них гаплогруппы. Но за исключением у них того, что у них была некая патология, их руководство обладало гаплогруппой Р1А1. Это та самая, у которых у русских 50%, та самая, у которых у белорусов 52%. И так далее. Хочу заметить, что такая же гаплогруппа, например, наиболее часто встречается среди евреев, ашкеназа, левитов. Ее там составляют выше 70%. Среди высших касты Индии. Ну и так далее. Вот у нас, с левой стороны от меня, сидит счастливый обладатель этой гаплогруппы. Поэтому, что она распространена широко и оказывается среди татар. И это, на первый взгляд, позволяло сделать тот фундаментальный вывод, что Фомен Косносовским правы. Ну, Фомен Косносовским, значит, они говорили следующую вещь, что была некая глобальная русская империя. Русские завоевали в том числе и Константинополь, установили им собственное правительство. И потом разделились на две лагеря. Одни были в Константинополе, то есть там были, а вторые были здесь. Здесь, то есть в Москве. И была такая, мол, всемирная империя. Но, тем не менее, появилась детализация, которая еще нигде не опубликовалась. Хочу сразу же сказать, оказалось, что у них есть СНИП З-93. Этот З-93 СНИП встречается среди русских крайне редко. У нас получается, что род турецкого султана является родственником каким-то совсем другим народом. А каким? З-93 широко распространен среди курешитов. Это род, из которого происходил Магомед. Там у них тоже арабы есть арабы, не имеют никакого общего со всем прочим. Но вот у них Р-1А1, З-93 у курешитов. У тех же самых Ашкеназий-Левитов, тоже З-93. И у высших каст Индии. Это очень забавно. То есть у нас оказывается, что у рода Шаки, откуда происходит Будда, тоже это, значит, гаплогруппа с НИПом Р-1А1, З-93. Вот. И Магомед, который с курешитов... Турки русские, которыми управляли индийцы. Нет. Ну так. Нет. Турки, как таковые, это местное население. Такое же, как иорданцы. У них там Джи, Джи-1, Джи-2. Вот такие местные, их близне-восточные. Да, не надо на самом деле просто понимать, что случайным образом первый, как бы, этот султан, там Селик, по-моему, да, там первый, он оказался принадлежащий группе Р-1А1, З-93. А дальше все передавалось по мужской линии. И неудивительно, что просто все остальные султаны носят именно этот же снег. Да, я понимаю, я и говорю, что были турки, которые, так сказать, на земле находились. Они не были турками. Султаном у них стал человек, который отношения к тем народам, которые были на данной территории, не имел. Интересно было бы узнать на самом деле. Так они не турки, они были местным авторитонным населением. А турки, сельджуки, турки, османы, по традиционной истории пришли, например, откуда-то из Средней Азии. И вот у них как раз и должна была быть гаплогруппа Р-1А1. Но не как думали Фоменко с Носовским? Почему вот этот З-93 полностью привергает концепцию Фоменко-Носовского? Почему? Потому что СНИП другой. СНИП этот... СНИПу Султанов. Да, СНИПу Султанов. А я же говорю про население, которое находится на территории Турции. А у них даже гаплогруппа другая совсем. Оно вообще не имеет никакого... Я говорю, что Султаном стал человек, который отношения к народам, которые населяют турки. Ты же говоришь к туркам. А он-то как раз турк из турков был. То есть как раз пришло какое-то количество турок, имеющих гаплогруппу Р-1А1. З-93. З-93. И которые... Соответственно, это не турки, а это пришли из Индии. Нет, это турки. Ты же говоришь, что у индейцев. Турки, тюрки. Они же говорили на тюрецком языке. На турецком, на тюркском. Откуда у индейцев тогда З-93? Тоже пришли. Другая ветвь пришла из того же самого региона. Пришла в Индию и в Пакистан. И в Афганистан. Да. Соответственно, есть некий центр, из которого одна часть пришла в Индию. Да. Одна часть пришла в Турцию. Да. А некоторые... Почему часть, почему много людей пришло? Я же говорю, с Ултаном был один. Немного, немного. Их там... Это Р1, Р1, она там в микроскопических количествах. Надо доказать, на самом деле, что эти... Как войны там назывались? Кто? Османы? Нет. У Султана личная охрана. Янычар. Янычар. Надо было Янычар проверить, их родственников. Вот они предоставили, чтобы кафлогруппе принадлежали. Смотрите, что показывает, что это не было... Что они пришли. Что не было... Ну, понимаешь, тюрк-тюрский язык откуда-то тоже был принесён. Тюркский. Это просто случайно могло случиться, что им это представитель Р1-1 за 93-3 сута. Почему это не случайно? Почему Средняя Азия или Урал? А потому что у них есть ещё РОТ-1, тоже высокопоставленный, у которого Н1-Б. Это финно-угорская группа примерно срединного расстояния. Вот я обладатель группы Н1-С, которая находится... Это финны, наши поморы. Их много среди татар или так далее. А там другая гаплогруппа, которая там ханты, манси, которые средние сибирские народы. И она, как ни странно, внедрена в турецкий этнос, в один из них родов. Про СНИП я про них ничего не могу сказать. Но тем не менее, вот там так дело устроено. Я хочу сказать, чем СНИП интересен, да? Чем СНИП интересен, в отличие от просто гаплогруппы. А тем, что это просто уникальная единственная мутация. Вот посмотрим на эту табличку. Представьте себе, вот у нас записано ДНК. А теперь взяли, и они тут все нуклеотиды между собой попарно связаны. Кадеминусы всегда, а темин принадлежит. Гуанину, цитозин, вот они между собой связаны. И здесь в одном из вене этих парных штук у нас происходит единичная мутация, которую по имени исследуют, и по порядку, и присваивают номер. Ну, какой-нибудь, например, ЗД-92, ЗД-93. Это понятно. И потом у всех ана потомков она сохраняется. Вот это будет точная мутация. А мутация какая? Место гонит? Какая угодно. Вот у тебя эта пара берется вот это. Например, СНИП меняется на А. Да. Вот берется она, так и поменялось. Не важно, происходит точная мутация. Точная мутация. И она потом у тебя... Она является маркером как бы вот уже... Да, маркером народа. То есть у тебя все остальные... Если она произошла, то все дети этого отца будут носить и носить... А она не может случиться, допустим, у кого-нибудь еще сейчас, сейчас прям? Ну, может, наверное, случиться. Как можно говорить о том, что она имеет историческую точку? Ну, тем не менее, вероятность это очень невелика. Хотя это теоретически возможно. Но я хочу сказать опять про турецких султанов. То есть получается, у нас в истории такие примеры есть. Например, другой пример такой в Венгрии, когда какие-то непонятно откуда взявшие даже не финно-угры, а просто угры, пришли и навязали свой язык целому европейскому народу, который по большому счету почти неотличим от окружающих славянских племен, от тех же чехов или кого-либо еще с генетической точки зрения. Но они пришли, и верхушка ухитрилась посередине Европы навязать какой-то совершенно странный язык финно-угорский. Точно так же у тебя здесь кавказцы всевозможные, арабы, кто-либо еще. Пришли тюрки-османы совсем с другими генами и ухитрились навязать им свой тюркский язык, который у нас по Средней Азии распространен и у нас по Поволжье. Вот это. Этот результат очень важен. Почему результат этот важен? Потому что, оказывается, гипотезу Фоменко и Насовского по поводу того, что русские завоевали Константинополь, делает совершенно неудовлетворительной, потому что этот СНИП среди русских встречается крайне редко. Это другой СНИП. Близкий там Барахманам... У нас, например, вот этот СНИП Z-93 у российских народов очень распространен, скажем, у башкир. Башкир в части имеет R1B хромосома, а другая часть имеет R1A1. И среди R1A1 вот этот СНИП у них очень распространен у башкир. Точно так же. Вот это значит... Ну и у татар, разумеется, достаточно часто встречается. По понятным причинам. Но редко встречается среди русских достаточно. Поэтому говорить, что... И язык-то у них тюркский, да? И поэтому говорить, что русские завоевали Стамбул, потом была Великая Империя, состоящая из двух дружественных этих звеньев, не приходится. То есть эта гипотеза Хроменко-Насовского вот этим экспериментальным фактом опровергается. Вот так. Мы скажем, ставится под сомнение. Ставится под сомнение, да. И, как ни странно, верна, оказывается, абсолютно подтверждается традиционная версия происхождения османов. Что они шли-шли, откуда-то из Средней Азии пришли, закрепились сначала на территории Турции нынешней, а потом завоевали Константинополь, сделали его Стамбулом. И появился великолепный век, Сулеймана великолепного, со всем рассветом, чуть-чуть было, не взяли Вену и так далее. Самое главное удивительное, что это взяло, сделало все очень маленькой группой, потому что вот эти два СНИПа и две Гаплоглупы, соответствующие Р1А1 и Н1Б, они как бы даже в современном турецком этносе встречаются крайне редко. Тем не менее, они вот усметрились завоевать весь этот мир, превратить обычное место и авторитонное население в турков, что это сделал уже Татюрк достаточно поздно, и править и великой повод, и долго, и достаточно счастливо. Все. Вопрос интересный, связан с культурой и языком. То есть на некой территории идет некое авторитонное население, которое общается на определенном языке. Приходит извне 20 человек, которые разговаривают на другом языке, обладают другой культурой, и каким-то образом они начинают управлять этим авторитонным населением. Таким образом. Они общаться друг с другом не могут. Не знаю, как они могут. Вынуждены, авторитонное население, вынуждены улучить их язык человека. Как оно может учить 20 человек? Как эти 20 человек? Ну, не 20, их могло быть 200 или 2000. Нет, могло быть какое-то большое количество. Ну, просто жизнь захочешь и выучишь. Такого не было, чтобы... Ну, как бандиты, например. Целый город же могут поставить на уши. Несколько десятков человек. Несколько десятков человек. Они же не могут общаться с людьми, они же не могут прийти и, грубо говоря, мечом просто порубить. Нашли этикетик какие-то. Помощи нашли, помощи там, переводчиком все. А потом тебе выучили... Я говорил о некой проблеме, которая, в общем-то... Тем не менее, это очень часто встречается. Я тебя приводил, например, только что венгров, когда угры какие-то, которые, как говорят, даже ели людей еще на тот момент, то есть даже не финно-угры, а угры просто. То есть вообще издалека. Пришли европейскому народу, навязали собственный язык и собственную культуру. А потом так получилось, что... Это удивительно. А потом Венгрия вступила в личную унию с Австрией. И у них Австрия и Венгрия были две доминирующих в Австро-Венгерской империи страны. Это был рассвет действительно Венгрии. И люди выучили вот этот своеобразный язык. Но он какой? Надо посмотреть по ГАП-логопам. Я к чему говорю? О том, что, допустим, существование в данное время, в данный момент, при всем огромных возможностях распространения тех же языков и культур, почему-то английский язык, несмотря на то, что так распространен, тем не менее, в той же России он принимается. Ну, в России тогда, а вот, например... А, например, в Кении он полностью использовал... А объем огромный? В Индии народ... А ты хочешь сказать, что 2000 человек пришло и навязало там 20 тысячам? А и индийцев, их там очень много живет, сейчас больше миллиарда человек, тем не менее, они спокойно разговаривают на английском языке. Практически все. И они свой язык теряют, родные языки. Санскрит умер, поли умер. Так и мы можем потереть. Да, и мы потеряем также язык. Вот только что произошло, когда целый народ полностью отказался от боевого языка, например, Ашкеназии. Евреи, они говорили на диалекте немецкого языка, так называемые идиши. Сейчас они поголовно перешли на еврит. И в результате выдающаяся городская чистая культура евреев Ашкеназии оказалась практически полностью ликвидирована. Язык умер практически. Умирает. Вот это на каждом шагу такое встречается. Всякие пиджины и все-все-все прочее. Такое бывает. Вот у нас сейчас молодое поколение где-нибудь в Грузии или Азербайджане. Ты можешь посмотреть. Они по-русски не говорят. В то время как их отцы говорили, скажем, и матери говорили все поголовно на русском языке. Да, вот это была огромная империя, которая, естественно, Грузия, извините меня, маленькая страна, а Россия, когда говорил на русском языке, то здесь просто раз наоборот. А Британия тоже... Мы же стали говорить на грузинском языке. Хотя у нас, извини меня, Сталин был грузин. Мы же не стали говорить на грузинском. А Британия маленькая, а Индия большая по населению. Еще есть там Бангладеш, а еще есть Пакистан. И все они перешли более-менее на английский язык с различной степени успеха. Перешли они. Сейчас, например... Опять же, опять же, тут те примеры, которые ты говоришь. Это большая страна. Да, какая? Это Индия большая. Идикает маленькую. А здесь, наоборот, маленькая страна, находящаяся за 3 девяти земель, то есть Великобритания, живущая на маленьком острове, ухитрилась перестроить здоровенную Индию за каких-то 50-70 лет на полностью на собственные ЕЛА. На Америку. Но Америка-то они сами приехали. Да, Америка. Там знаешь, какой народ из белых самый массовый? Немцы. Ну уж, конечно. Да? А больше всего-сего говорят они на английском языке. Они, разумеется, не их родной. И вот обычно очень много ирландцев, имеющих, тоже говорят на английском языке, для которых просто английский язык – язык завоевателей. Тем не менее, это везде на каждом шагу. Сингапур с китайского практически перешел весь на английский. Это на каждом шагу бывает. Очень часто достаточно успешный доминирующий народ по каким-то причинам перестраивают культуру побежденных народов, и в конце концов те начинают себя считать даже, например, турками. Да, это я понимаю. В результате вот нынешнее население Турции считает искренне себя турками, хотя это сделал великий Ататюрк всего лишь в начале 20 века. И вот они стали считать себя турками. А были греками, были арабами, были еще какими-то местными племенами, чуть ли не упыхами и кем-то там еще. Были, 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 и всего этого больше нет, и есть единый монолитный этнос. И только по генетическим следам мы понимаем, что к ним туда был внедрен достаточно чужеродный генетический концепт, состоящий из Р1А1 СНИПа, СНИПа АЗ-93 и Н1Б, который вообще у нас средне-финно-угорский. Вот так. Все. Все, да?